Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с оперативниками из Октябрьского и Железнодорожного отделов полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в серии тяжких имущественных преступлений. Установлена причастность с фигурантом к шести фактам краж и вооруженному разбойному нападению. Известно, что в группу входили пятеро безработных жителей поселков Восточный и Машзавод в возрасте от 19 до 21 года, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. Еще один условно осужден за кражу. Установлено, что трое членов группы в ночное время вскрывали гаражные боксы на территории микрорайонов. С помощью троса, закрепленного к машине, они вырывали гаражные ворота и забирали из поврежденных помещений колеса, аккумуляторы, электроинструменты и другие ценные вещи, которые хозяева оставили на хранение. Похищенные вещи злоумышленники сбывали на одном из рынков города, а также сдавали на металлолом. В двух случаях фигуранты похитили автомобили, транспортные средства они спустя время также намеревались продать. В конце февраля текущего года двое из причастных к кражам молодых людей вместе со своими приятелями 19 и 20 лет совершили разбойное нападение. Подозреваемые ворвались в арендованную студентками квартиру на улице Ключевской, где, угрожая предметам, похожим на оружие, похитили тресотовых телефонов и сумку. Следствием установлено, что наводку на квартиру дал один из злоумышленников, который от подруги узнал о предстоящей вечеринке. Общий ущерб от противоправных деяний составил около миллиона рублей. В настоящее время большая часть похищенного изъята. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, подсмотрных частью 2, частью 3, статьи 158 и частью 3, статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из фигурантов заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. В отношении остальных избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.